На переправе Якутск-Нижний Бестях назревает скандал. Перевозчики на воздушных подушках отказались выходить в рейсы из-за несогласия с тарифами и штрафными санкциями. По их словам, днем ранее руководителю компании-перевозчика выставили штраф в размере 50 тысяч рублей из-за повышения тарифа до 2 тысяч рублей вопреки установленной стоимости в 1 тысячу. Какие требования выдвигают капитаны судов и будет ли возобновлено движение по реке, узнавала Саргалана Захарова. До сегодняшнего дня здесь курсировали 24 единицы техники, однако сейчас воздушные подушки встали, водители отказываются перевозить людей. Главное требование – отмена штрафных санкций в отношении их начальства, выдвинутые по причине стоимости проезда в 2 тысячи рублей. Напомню, что в конце апреля госкомцен установил единый ценник на перевозку пассажиров через реку Лену по маршруту Якутск-Нижний Бестях в 1 тысячу рублей для взрослых и 500 на ребенка. Но перевозчики не согласились с такими тарифами и повысили цены до 2 тысяч. Иначе, как они говорят, они не только не смогут зарабатывать, но и понесут убытки. Это все заложено, эти запчасти, каждый год в Нижнем Новгороде запчасти на 30-50 тысяч процентов увеличивается, бензин дорожает. Это аренда гаража зимой, это заклепальщиков, это мастеров, это клейщиков, это все надо ремонтировать. Как отмечают перевозчики, тарифы не меняют. Уже 9-й год в начале сезона – тысяча рублей, а после полного закрытия зимника – 2 тысячи. За целый день на переправе собралось большое количество желающих попасть на противоположный берег. Среди них и дети, и пожилые люди. Одних ждут дома, другие несут убытки из-за простоя. Приехал за запчастями, приехал за этим, видите, и день сорван. Я должен был сделать автомобиль, привезти вот у меня запчасти, и я не могу уехать. Хотя мы вчера прекрасно приехали, вот, нас устраивало все. В госком цене недоумевают штрафа так такового. Не выписывали документ, который получил Строев, лишь уведомление о возможности наложения санкций. На сегодня никаких штрафных санкций нами никому не выписано. Мы товарища Строева пригласили только для дачи объяснений по той ситуации, которая сложилась сегодня на переправе. В связи с такой ситуацией Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии организовало перевозку людей на вертолете Ми-8. Первый вылетел в 6.30 вечера с аэропорта Якутск. Стоимость перелета – 2 тысячи рублей. С завтрашнего дня, с 10 часов утра, вертолет вылетит с Нижнего Бестяха. Рейсы будут выполняться по мере накопления пассажирами. Вся эта ситуация оказалась на руку перевозчику в городе Покровский. За вечер у судна выстроилась большая очередь. Его маршрут пролегает до села Качикатце. Несмотря на то, что поселок находится намного дальше от пункта назначения некоторых пассажиров, единственная альтернатива – вынуждают людей нести дополнительные затраты. Когда возобновятся рейсы с Якутска до Нижнего Бестяха, пока неизвестно. Сарглана Захарова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.